Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как можно поставить свое любое разрешение в игрушечке под названием Служба Спасения 911, либо же это еще, она называется правильно, Emergency 3 Mission Live, это предшествующая четвертая часть, и мы с вами уже записывали, как поставить любое разрешение в четвертой части, Emergency 4, а сегодня у нас с вами будет третья часть. Что нам с вами для этого потребуется? Мы заходим с вами в папку с установленной у нас с вами игрой. У меня, возможно, довольно сильно шумит, я потом проверю заодно, как сильно шумят у меня кулера, что слышно, не слышно. Мы с вами затем открываем в файле кфг вот этот вот файл конфигурации при помощи ноутпада, либо же блокнота, проще говоря. У меня ноутпад плюс-плюс он называется, он намного удобнее и проще. Здесь мы с вами видим огромное количество всего-всего написанного, но нам с вами потребуются вот такие вот строчечки. Они практически в самом низу располагаются, это RXRES и RYRES. Они у меня, по крайней мере, прописаны 146-147 строка. Здесь мы с вами видим валуи. Скорее всего, у вас, возможно, будет написано 1280 на 1024, либо же 1240 на 768. Это максимально допустимое разрешение, то есть соотношение сторон 4 на 3 квадрата. А мы сегодня с вами сделаем 16 на 9. В данном случае у меня моник 21 на 9, у меня разрешение 2560 на 1080. Что же мы делаем? Мы вводим в разделе XRES то разрешение, которое нам нужно. Например, здесь мы вводим по X. Это у нас с вами длина 2560, прошу прощения, и высота по Y. У меня это 2560 на 1080. Вот, 1080 мы с вами вводим на второй строчке. Это у меня, по крайней мере. У вас есть Full HD, то здесь вводите 1920, здесь 1080. При помощи DCR динамического супер разрешения можно сделать даже 4К, если вы пожелаете. Что ж, после этого мы с вами сохраняем файлик, закрываем, либо же вы нажимаете на крестик, сохранить. После этого стартуем игру. Кстати, это стоило, конечно, сказать мне прежде, но скажу сейчас, что после этого настройки графики менять на стартель не рекомендую, потому что есть огромный риск, что у вас полностью все сбросится. Видеоролики мы с вами теперь видим, они у нас с вами в соотношении сторон и разрешении в том, которое вы указали. Выглядит все реально классно и кайфово. Теперь нам с вами осталось только лишь хотя бы запустить игру и проверить. Главное меню также у нас с вами теперь полностью на весь наш с вами экран. Своего рода ремонтизировали игрушечку под наши с вами мониторчики новые. Хотя игрушечка довольно старая, но она работает до сих пор даже на Windows 10 64. Добро пожаловать в учебный центр службы спасения. Да, единственное, что возможен тот факт, что вам двигать картинкой, ребятушки, придется... Хорошо. Есть просто риск такой, что картиночку придется, возможно, двигать при помощи кнопочек вверх, вниз, лево, право, потому что с мышкой могут быть проблемы. Ну, то есть, плохое сглаживание. В четвертом, по крайней мере, у меня была такая проблема, я не мог нормально двигать мышкой, очень медленно на экран двигался, либо же чувствительность мыши просто повышать. Так что, как-то так, друзья мои. С вами был ваш Юран, огромное спасибо за внимание, до новых встреч, у меня все в новых не менее интересных крутых гайдах на канале, и будет всего очень много крутого и классного. Так что, скоро увидимся, не переключайтесь, и пока-пока, с вами был ваш Юран.